здравствуйте дорогие друзья вот всегда понимаешь как не хватает времени давайте поговорим про одежду ведь об этом рассказывает наша недельная глава одеждах первосвященников одежда занимает огромное место в жизни человека вообще написано бог одел первый раз сделал авраму адаму и еве одежды бог сам то есть он понимал важность этой одежды одежда отличает человека от животных единственный кто девается это человек не зря кругом модные дома там и от диора от того от того хотя казалось бы какая тебе разница нет это престижно это одежда влияет на поведение чек смокинге чек там в трусах будет по-разному немножко себя вести одежда делает человека есть много кабала говорит об одежде например одетая на выворот одежда влияет плохо на память также как и снимать две одежды сразу так говорили каббалисты книга кардавера гранатовый сад говорит о влиянии цвета одежды в общем много всего написано в нашей недельной главе что сделай мэйль да по подолу и вот такие гранатовые яблоки золотые колокольчики мэйль такое выбрать платье для с первосвященника написано мудрецы говорят что мэйль искупал грех злословия на подоле были колокольчики звон который был слышен во время ходьбы написано придет одежда который скупит грех и так далее он телос говорил что создал переводил нам что создал бог человека живой душой то есть говорящей душой отсюда следует что способность говорить является основным свойством человеком мораль объясняет что поскольку речь является основным свойством человека именно вот этот мэйль да искупал грех злословия это здесь сложно соединить но мы не об этом как известно для чего мы сегодня научить это все дела человека влияют на духовные миры мы не понимаем почему например обидеть словом там это так между прочим там убил там не дай бог это страшно в другом мире совершенно иначе написано что когда человек совершает какое-то хорошее дело он строить духовный мир он повышает уровень мира а делает просто говорит плохое слово какое-то там или что-то разрушает слова . имеют огромное влияние на духовные миры и в этом сила человека написан и веленский гаун написал что род человека святая святых и когда мы говорим слова нехорошие до понимание что бы делаем и в нашей недельной главе написано и будет слышен его голос при входе святилище пред богом слова Слова, это об этом же говорит, слова имеют влияние не только на духовные миры, написано на душу человека, на тело человека, все влияет. Царь Соломон сказал, смерть и жизнь во власти языка. Пойдем дальше. К миноре давайте перескочим чуть-чуть. Зажигание миноры в нашей недельной главе. Особое чистое оливковое масло, первое отжим, а самый, что ни на есть, супер люкс, горел каждую ночь в мешкании. Медраж говорит, что отжатое масло, это масло, обозначающее первые и вторые храмы. Они были разрушены, как была уничтожена маслина в процессе отжима. А где намек на третий храм здесь? В словах, чтобы освещать. Одна свеща всегда в храме горела, независимо от чего в западной части храма. Именно она намекает на вечность, которая будет отличать третий храм. Теперь о чем мы говорим. Первый отжим масла шел на минору, а второй на мучные приношения. Их смешивали с маслом, отливком и так далее. Но Робейну Бахиас спрашивал интересную вещь. Обычно наоборот. Лучшее масло идет в пищу, правильно? А что-нибудь чуть похуже для освещения? Так вот здесь вот надо задуматься. Известно, что мешкан и храм это проявление духовной сущности. Это тот дух, который пронизывает весь мир. И это было место такого, идеальное духовное место, мечта такая. И там все было так, как должно было быть на самом деле в нашей жизни. У нас же все немножко не так. Вот там приоритеты правильные, акценты правильные, все правильно. И храма с нами нет. Но написано, что лучшие наши силы, лучшие наши мечты, они должны в духовной плоскости лежать. Человек, который мечтает, чтобы у него было побольше жратвы какой-то, это немножко сложно. Надо вот именно в этом, в духовную плоскость постараться вложить себя в какой-то вещи. Я хочу что-то сделать в духовной плоскости. И вот именно в этом плане для того, чтобы вложиться и расти. И вот этот рост должен быть, как мы говорили все время вверх. На мучное шел второй отжим. Это как очень актуальная вещь сегодня. Берите вот на эту материальность вторичное. И тогда в нашей жизни может быть что-то поменяться. Бог ведь лучше нас знает. Брахав и от слахав. Брахав и от слахав.